Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, превыше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня понедельник, и Церковь предлагает нам к нашему назиданию, для нашего внимательного рассмотрения, отрывок из послания к кремлинам святого апостола Павла, глава 16, стихи с 17 по 24. И вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. «Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них. Ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву, и ласкательством и красноречием обольщают сердца простодушных. Ваша покорность вере всем известна. Посему я радуюсь за вас, но желаю, чтобы вы были мудры на добро и просты на зло. Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Аминь. Приветствует вас Тимофей, сотрудник мой, и Луций, и Ассон, и Сосипатор, сродники мои. Приветствует вас в Господе и я, Тертий, писавший себе послание. Приветствует вас Гай, странноприимец мой и всей церкви. Приветствует вас Яраст, городской казнохранитель и брат Кварт. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь. Итак, дорогие братья и сестры, сегодня понедельник. И в сегодняшний день церковь предлагает нам отрывок из послания к римлянам святого апостола Павла. Сегодня перед нами финальная, шестнадцатая глава данного послания и отрывок, который завершает данное послание. Апостол Павел пишет. «Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них». Апостол Павел научен горьким опытом, что, к сожалению, в мире случается так, что активная проповедь Благой Вести встречает столь же активное сопротивление, и многие противятся Слову Божию. Так и случилось с проповедью апостольской, ибо приходили вслед за апостолом Павлом многие лжебратья, в основном из иудео-христиан, которые как раз-таки старались разрушить тот сад, разрушить тот фундамент, который насадил, который заложил апостол Павел. Фундамент проповеди, фундамент Евангелия. «Ибо им не нравилось, что язычники теперь входят в церковь. Им не нравилось, что бывшие иудеи, а ныне христиане должны, ну, которые евреи, да, христиане из иудео-христиан, да, были языки христиане и иудео-христиане. Так вот, некоторым лжебратьям не нравилось, что иудео-христиане теперь за одним столом трапезничают с язычниками, необрезанными, которые не соблюдают все предписания Моисеевого закона. И, приходя, они всячески стремились отвратить христиан от слов апостола Павла». И апостол Павел здесь, на самом деле, он, судя по тому, что мы читаем об этих баталиях словесных между апостолом Павлом и лжебратьями, между теми тезисами и контртезисами, которые звучали в адрес друг друга, да, исходя вот из апостольских посланий, мы видим примерно, что они говорили. Мы видим, что они очень были тщеславны и любили, что называется, набить себе цену. Апостол Павел, наоборот, действовал с позиции смиренного человека. И он очень редко прибегал к авторитаризму, к авторитету, именно своему авторитету как апостола и как администратора. И он здесь пишет «умоляю вас, братья». Он не говорит «приказываю», не говорит «вот вам резолюция», «вот вам циркуляр», «принять к сведению и выполнять». Ничего подобного нет. Он говорит «умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделений и соблазны, вопреки учению, которым вы научились, и уклоняетесь от них». Да? Разделения и соблазны. Вот что приносят эти лжебратья. «Вопреки учению, которым вы научились, и уклоняетесь от них». Нужно уклоняться от этих людей. Ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву и ласкательством, и красноречием, а большая сердца простодушных. Да? То есть они говорят то, что люди хотят услышать, и говорят это очень красиво. Такие, знаете, тренеры личностного роста современным языком, которые очень красиво поют, очень интересные истории рассказывают, а на поверку оказывается, что это вредно. Слушать их и воспринимать информацию, которую они говорят. За несколькими отдельно взятыми хорошими тезисами скрывается полнейшая ерунда, если не сказать грубее. И вот здесь то же самое. Они обольщают сердца. Лесть. Сладкая, притерная, которая не способствует развитию сердца человеческого, его нравственности. Итак, ваша покорность вере всем известна. «Посему я радуюсь за вас, но желаю, чтобы вы были мудры на добро и просто на зло». Мудры на добро и просто на зло. Действительно, это очень важное качество, что мы должны быть изощрённы в добре. Мы должны биться, как говорится, ломать копья и напрягать все свои извилины, чтобы сотворить добро. Мы должны быть простыми на зло. И простыми не в том смысле, что нам легко и просто творить добро, а простыми в том смысле, что глупыми. Не людьми, которые не могут сотворить зло, не понимают, как это сделать. И в этом смысле апостол Павел призывает нас к такой вот глупости, к невозможности сотворить зло. Мудрыми на добро и простыми на зло. Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. Очень важно, да, что у Бога есть эта власть сокрушить сатану. Всё зависит от человека. Не нужно думать, что мы настолько искушаемы врагом рода человеческого, что у нас нету сил, и Бог нам не подаст эти силы, чтобы творить добро и, скажем так, быть делателями на Ниве Божьей. Поэтому не обольщайтесь. Мы сами себя искушаем, как говорит апостол Иаков в своём соборном послании. Поэтому благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Аминь. И далее с 21 по 23 стихи идёт перечисление различных имён, кто кого приветствует, кто что помогал апостолу Павлу писать. В общем, об учениках такая повседневная жизненная ситуация передаёт приветы от общине к общине, от частных людей к общине. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь». Вот тоже очень важный аспект, что мы живём в благодати, и жить в ней обязаны и должны. Но живём мы или нет, зависит во многом от нас, от нашей веры и от наших дел, согласно нашей вере. Поэтому будем молиться, дорогие братья и сёстры. Помните о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, когда читаем Священное Писание, Бог с Его страниц обращается к нам. Всем радости о Господе, и до новых встреч. Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я хочу взяться в великолепие Твое превыше небес. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова